всем привет едем дружным таким коллективом так мы едем очень часто правильно едем на замеры и как ни странно не только в киеве бывают пробки но и здесь нас застала такая же участь очень большое количество машин которые медленно но уверенно движется к своей цели куда едут все эти ребята без понятия скоро будем знакомиться с вами с новым объектом который находится совсем недалеко от города киев замечательном городе растомель и так приехали мы с вами в замечательный загородный комплекс который называется жк парк таун прошу не путать жк парк лэнд будем идти на замеры правда экскурсия по наружной части комплекса я думаю будет слегка коротковато поскольку нас совершенно не поддерживает наших начинаниях погода хотя сегодня второй день лето 2 июня но как вы можете увидеть по мне идет небольшой дождик слава богу что небольшой и хоть какая-то возможность поговорить о парк тауне у нас есть а на заднем фоне нас сопровождает вот такая вот красота которая нам естественно будет помехой но в любом случае внутри нам посмотреть на комплекс ничего не помешает вот а снаружи сейчас постараемся быстренько пройтись и рассказать вам какие-то мелкие нюансы того что мы здесь увидим какая стоимость квартир также поговорим о том о всех особенностях комплекса не успели не успели снять эту красоту снаружи даже не пустят этой валины можете увидеть это подождю который идет за окошком поэтому придется все снимать для вас с балкона и рассказывать вам о всех тонкостях и нюансах это будет уникальный обзор поехали так вот бежим на объект небо в тучах дождь шпарит так вот выглядит комплекс изнутри симпатичные домики мы идем вот в этот дом довольно таки интересная архитектура кстати застройщиком здесь является абсолютно новый молодой застройщик извините за тавтологию называется он big development я так подарок подозреваю что big означает билдинга стомель или может быть бинга стомель в общем не знаю как вы думаете как расшифровывается аббревиатура big в названии застройщика как говорится на улице дождик на улице слякоть а нам все равно но мы спрятались с вами при входе в одной из парадных выглядит она вот таким образом симпатично очень красиво отзеркаливает все и переливается это мозаика для тех кто не понимает что это такое установлены вот такие вот системы видео домофонов тоже хорошая штука начну с того что скажу о классе строительства класс строительства в данном комплексе класс комфорт вот будем с вами проверять на прочность данное звание данного комплекса всего кстати в данном комплексе будет насчитываться 11 домов 8 из которых в разработке ну то есть построен или еще строится и 3 еще в планах у застройщиков по цене квадратного метра варьируется она здесь от 14 тысяч гривен до сейчас не поверите приготовьтесь 175 тысяч гривен за квадратный метр я не шучу вот видите какая интересная информация но на самом деле я уверен в том что это не правда просто опечаточка максимальная цена за квадратный метр которую я здесь мог найти и увидел это 19 тысяч за квадрат так вот относительно технологии постройки посмотрим как раз издалека на то что можем разглядеть здесь это очень хорошо заметно эти дома относятся к каркасно монолитному методу строительства по заполнению на сайте я увидел информацию о керамзитоблоках и кирпиче но насколько я могу заметить здесь есть немножко другие варианты оформления стен если здесь это монолитный каркас и керамоблоки не кирпич не керамзитоблок то в соседнем домике мы видим кирпич керамоблок газобетон и еще много всего интересного по технологии утепления это минеральная вата здесь мы также это можем рассмотреть вот там такой зелено-желтенький материал это именно она на улице выходит солнышко поэтому может быть у нас все-таки появится возможность побегать по комплексу и посмотреть что же интересного в этих окрестностях но пока пойдем на разведку парадного и естественно посмотрим что же нас в квартире соответствует ли все это классу комфорт о котором заявляет сам застройщик пойдем смотреть вот так вот выглядит парадная довольно таки аккуратная красивая парадная сделан на системе ноутач это тоже хорошо особенно в нынешних условиях жизни с этими всеми пандемиями и вирусами также из того что могу сказать уложена на стенах плитка и по моему я даже знаю что это за плитка очень похоже на плитку турецкого производителя кутахи а могу ошибаться но сходство есть на стенах как и в 90 процентах случаев мы можем увидеть вот такую замечательную американочку аккуратно хорошо сделано видно что кто-то уже носил гипс или что-то подобное и повредил стену но думаю что со временем все эти погрешности будут устранены силами о избр здесь как можно увидеть очень большое количество семей с детьми и не только с детьми семей которые любят активный отдых большое количество велосипедов и что очень круто то что во первых люди не боятся оставлять здесь все это имущество во вторых то что здесь есть место для этого имущества ну за это пятерочка респект так лифты здесь установлены торговой марки вот здесь ну и сейчас мы испытаем один из них так сказать на прочность погнали наверх и мы попадаем с вами вот в такой вот длинный коридор в котором находится наш объект сейчас будем смотреть что же у нас там внутри интересно мне тоже пойдем как и обещал продолжаем с вами с балкона выглядит с высоты шестого этажа территория данного комплекса вот таким образом честно признаюсь не знаю как вам а мне красиво но есть дышится здесь естественно легко да и в целом вообще находиться здесь довольно таки приятно даже несмотря на весь шум от дороги которая находится совсем рядом когда окна в данной квартире закрыты кстати отмечу сразу приятную позитивную составляющие этих окон это вот эта ламинация за счет этого окна выглядит стильно видите такие серенькие окна на этом застройщик не продешевил и за это ему респект также декоративная штукатурка барашек выкрашенная в разные цвета тоже довольно таки стандартный прием для большинства застройщиков за счет этого домики выглядят неплохо есть как вот такие бежево-зелененькие домики вот такие вот зеленые как напротив нас вот такие вот серо бежевые или серо-кремовые как и тот дом в котором мы с вами непосредственно находимся что можно сказать о инфраструктуре данного жека есть несколько составляющих первое это социальная часть инфраструктуры как обычно у нас с вами это детские садики школы больницы и так далее так вот с этим здесь полная жопа товарищи вот пообщался с заказчиками они говорят в принципе те же самые вещи единственное что может спасти опять же по полученной информации это то что в соседнем комплексе который называется жека авиатор и находится он приблизительно где-то вот там будут строить школу и садик ну посмотрим во первых многие застройщики обещают но мало из них на самом деле строит во вторых если это все построит и когда это все построят насколько дорого будет обходиться содержание детей в этих учреждениях поэтому со школами садиками плохо по поводу в больнице вот в этом месте где у нас сейчас находится котлован обещает быть построена амбулатория и бассейн вот такое интересное сочетание будут они здесь или нет пока неизвестно поскольку ровно так же долго как долго тянется строительство вот этого вот в здании а это должен быть трк непонятно почему все затянулось кстати есть одна особенность изначально этот трк должен был быть пятиэтажным но все переигралось и теперь он будет насчитывать всего лишь три этажа но пока на протяжении наверное года вот в этой зоне в принципе ничего не изменилось не здесь не здесь не здесь поэтому ждать ли ближайшее время магазинчиков спортзалов и больницы у себя под боком вообще неизвестно ну а вот там на горизонте вы можете увидеть жк на прорезни напомню мы с вами находимся в гастомеле и на улице лупит дождь вот такая штука там мы тоже бывали но к сожалению тогда еще не снимали видеоблог поэтому если нас заведет туда дорога если нас туда кто-то пригласит то бишь кто-то закажет у нас проект в данном комплексе то мы обязательно сделаем обзор и по нему также что еще можно отметить из наружных особенностей кстати это вот такой вот лесочек это наверное единственный жк который я вижу в своей практике среди всех жк пригорода да и города в том числе и само собой в котором сохранена вот такая огромная часть парковой зоны между домами это очень круто и честно это можно отнести только в респект застройщику поскольку здесь можно было спокойно построить еще какой-нибудь дом но дома здесь нет и не будет здесь лавочки здесь скверик и можно сказать только хорошая о том что вот эта вся зона вот эта вся часть сохранена от вас мне хотелось бы услышать как вы считаете круто оставлять вот такие зеленые зоны на территории жк или же это излишнее расточительство со стороны застройщика пишите в комментариях будет интересно услышать и узнать ваше мнение также из особенности данного комплекса это этажность здесь есть дома 5 этажей а также 7 9 этажей почему 79 потому что дом идет в два уровня 7 этажей и часть с двухуровневыми квартирами это восьмой девятый этаж последнее по инфраструктуре это возможность добраться до города киев для большинства это очень нужная штука вот и дождик заканчивается между прочим здесь есть остановка маршруток на маршрутке или автомобиле до киева можно добраться минут думаю за 20-30 где-то так до метро житомирска или метро академ городов по наружным особенностям закончили пойдем с вами знакомиться с внутрянкой напомню подпишитесь на наш канал если еще не сделали этого и поставьте большой пальчик вверх а также нажмите на колокольчик чтобы не пропустить ни одного видео на нашем канале пойдем смотреть начнем как обычно с оконной фурнитуры это профайн почему с акцентировал свое внимание на окнах именно на окнах потому что я говорю вам с улицы что если зайти внутрь и закрыть дверку шума с улицы вообще не слышно сейчас можете послушать я немножко помолчу ну вот сейчас я открою окошко ну и как видите изменения произошли а я между прочим только что находился на вот этом чудесном балкончике они здесь довольно таки забавные миниатюрные хотя не все балконы такие в других типах домов вот в таких балкон и совершенно другой формы они гораздо более вместительны и пойдем дальше смотреть что же у нас есть внутри и можно ли отнести данный комплекс классу комфорт судя по его наружным и внутренним особенностям мы с вами находимся такой довольно таки обширный по пространству комнате поспешу отметить что планировка здесь не от застройщика заказчики приобрели данное жилье по переуступке поэтому в нее уже внесены определенные коррективы и так из того что я слышал и из того что мы видим по заполнению как гласили многие из сайтов на которых я искал информацию здесь должен был быть в кирпич и керамзитоблоки что мы здесь видим здесь мы видим разнообразные варианты керамоблока повторюсь керамоблок это круто здесь мы также видим керамоблок но уже другого формата здесь находится вент канал я так понимаю что раньше это часть помещения выполняла функцию санузла и это сто процентов именно так здесь мы видим отверстие вент канала ну и под ним вот так вот очень интересно кстати еще не видим ни в одном жека настолько углубленного и спрятанного стояка в стену это довольно таки ну удобное наверное решение все коммуникации мы можем нормально распустить по полу и все будет замечательно так как мы находимся на замерах само собой что мы немножко пересекаемся процессе съемки ребята меряют за этим именно мы сюда и приезжаем мы не катаемся просто для того чтобы снимать что-то объектах на которых мы бываем мы выполняем должностные функции и обязанности и так как я и говорил большинство из того что здесь можно наблюдать это не то что предоставил нам застройщик это то на что повлияло фантазия предыдущего обладателя данной квартиры поэтому будем обращать внимание только на технологические моменты и само собой не заострять внимание на планировочном решении и каких-то элементах отделки или инженерии которая здесь уже присутствует примеру одним из таких элементов является вот эти вот кабель-каналы с позволения назову их так хотя это вовсе не кабель-канал а это просто узкие обычные водопроводных труб в чем я убедился прочитал маркировку этих труб предыдущий владелец квартиры сделал здесь разводку электричество по полу не знаю как кто но могу сказать от себя и от нас о том что мы не рекомендуем никому делать таким образом только в очень редких и крайних случаях мы прибегаем к такой технологии идем дальше вот таким образом выглядит панорама этого помещения с другой стороны монолит гипсолит керамоблок один керамоблок 2 тех блоков которые должны быть то есть керамзитобетонных здесь нет но здесь есть вот такие керамзитобетонные вендоблоки которые выполняются по той технологии которые он только что назвал смотрим на завершающую фазу чудо-разводки чудо электрика предыдущего хозяина данного объекта данной квартиры сходится вся эта красота в данную точку честно скажу я не знаю какой электрик позволил так поиздеваться над собой или какой заказчик позволил так поиздеваться над собой с точки зрения исполнения и подхода к данной инженерной сети то бишь к разводке электроснабжения кстати разводки освещения здесь нет наверное не успели сделать но по силовым просто пустить слезу и больше не буду к этому возвращаться таким же образом здесь разведена и слабо . все это валяется в куче короче тихий ужас еще одна особенность о которой хотелось бы вам сказать это правильно отсутствие стяжки но присутствие пенополистирола во первых потому что застройщик сдает данные квартиры либо со стяжкой либо без стяжки есть два варианта подхода поэтому высота потолков от пола до потолка на большинстве сайтов здесь фигурирует 280 учитывая вот этот технологический зазор в 7-10 сантиметров на возможный уровень стяжки которая здесь должна заливаться и сейчас вам покажу где этот уровень можно просмотреть а просмотрите очень легко и находится он вот в этом месте вместе где у вас установлена входная дверь вот этот зазор внизу под дверью это тот допуск который существует у вас для поднятия максимального уровня пола то есть здесь он составляет приблизительно 5 сантиметров от уже уложенного пенополистирола а пенополистирол здесь насколько мы можем посмотреть уложен двоечка следовательно уровень стяжки здесь составлял где-то 7 сантиметров значит по идее по логике чистовая высота от пола до потолка будет составлять два метра семьдесят три сантиметра если опираться на изначальные показатели которые должны здесь присутствовать пенополистирол здесь насколько я могу понять укладывал также предыдущий хозяин данного объекта ну и разводку водоснабжения также делал он так как все эти квартиры сдаются абсолютно без внутренних инженерных сетей без электрики без разводки сантехники без разводки и отопления в общем без всего здесь не столько вот такая штука это газовая труба и в этом моменте мы подошли с вами к одной из главных особенностей которая существует в данном жилом комплексе хотя это не такая уж и особенность если смотреть на то что это загородный жилой комплекс что это пригород киева это автономное отопление это вот такая вот классная штука потому что вы можете где абсолютно правильно и рационально распределять то количество тепла которое вам нужно холодную пору абсолютно также если использовать умные технологии которых сейчас навалом и полно и это сейчас уже не настолько дорого сколько было дорого это раньше минимизировать затраты на водоснабжение горячее водоснабжение на отопление своего жилья поэтому классная штука автономка это респект а от вас я бы хотел увидеть в комментариях еще и ответ на вопрос как вы считаете автономка это большой плюс или же это все-таки минус пишите в комментариях по остальным инженерным системам водоснабжение здесь и канализация естественно централизованная так как это все таки как ни крути но город еще раз посмотрим с вами на панорамку данного помещения еще раз напомню о том что это можно сказать не первичка авторичка поскольку квартира была куплена по переуступке и здесь уже выполнена частичная перепланировка эти гипсолитовые плиты отличаются от этих цветом потому что вот это влагозащищенные гипсолитовые плиты и гипсолитовая плита в рейтинге по крайней мере моих лично материалов для возводимых перегородок находится наверное на самом последнем месте и так пойдем посмотрим что же у нас кроется за вот этими интересными зелено-голубоватыми гипсолитовыми плитами здесь у нас находится санузел точнее должен был бы находиться но как вы можете увидеть пока это больше похоже на общественный туалет ввиду отсутствие верхней части но само собой что это не останется так да и вообще пока до конца не понятно как же будет выглядеть это помещение поскольку мы приехали именно на замеры для того чтобы это помещение преобразить и сделать его максимально функциональным под потребности наших заказчиков так вот на пути к санузлу отмечу еще одну веху самодеятельности предыдущего владельца как вы можете увидеть дверь сейчас находится в этом месте но раньше она находилась вот здесь правильно зачем все это было сделано не до конца понятно а также мне честно скажу не до конца понятно как застройщик пошел на согласование таких изменений поскольку в большинстве случаев перемещение дверных проемов на такое количество сантиметров но абсолютно никак не регламентирована или не разрешено по закону поскольку это нарушение конструктива здания это не внутренние какие-то переделки не внутренние перемещения перегородок и так далее но об этом как-нибудь потом поподробнее здесь у нас находятся вот такие вот элементы первое на что хотел бы обратить внимание это вот эта труба это коаксиальная труба этот дымоход другими словами для котла следовательно вот эта часть у нас получается исполняла функционал совершенно не санузла а была частью кухни как планировал и что планировал предыдущий хозяин данной квартиры совершенно непонятно опять же с законом это не имело бы ничего общего по крайней мере в данной конкретной ситуации не знаю посмотрим что же у нас выйдет по итогу из данной квартиры какую планировку сделаем мы и что мы хотим с заказчиками но пока честно скажу внутреннее наполнение с точки зрения той планировки которую я вижу и той разрухи которая есть а также той инженерки которую здесь успели на рукожопить предыдущие строители открывает бурю эмоций как смеха так и немножечко негатива но мы сделаем все вот так все будет очень круто все будет good idea а вот там вы можете увидеть ту часть стен которая еще не возвелась и не возведется никогда поскольку гипсалит в моем понимании полнейший отстой ну а мы идем с вами в последнюю комнатку которую хочет сохранить вот в таком вот варианте заказчик проектной документации это планируется как детская комната поскольку заказчики планируют расширение семьи и обратили внимание на приобретение именно данного объекта по причине того что здесь сделана определенная перепланировка но только не на вот эту часть и не на ту где сейчас находится ребята а именно на вот эту комнатку которая уже есть в том месте в котором она и должна оставаться поэтому скорее всего никаких изменений по части конструктива в этом месте у нас не будет зайдем быстренько посмотрим что у нас здесь есть и будем спускаться делать выводы а вот тот самый балкончик с которого все начиналось здесь в принципе ничего нового все тот же гипсалит с которым нам придется пожить и побороться скажем так все тот же ужас по разводке электрики который будет демонтирован и смонтирован по нормальному поскольку ничего хорошего в этом абсолютно нет как я уже говорил это обычная водопроводная труба точнее шланг и кабель здесь использован к сожалению я надеялся хотя бы на то что кабель использован не горючий но это не так на этой минорной ноге будем заканчивать обзор внутренней части обзор наружной части мы провели немножечко под дождем немножечко на балконе немножечко у парадного такого еще не было в нашей практике пойдем спускаться и делать выводы относительно данного ЖК будем думать соответствует ли он классу комфорт или же нет относительно выводов по данному ЖК я не знаю какое впечатление сложилось у вас поскольку обзор получился немножко скованным разноплановым от этого может быть даже интереснее чем многие другие обзоры на нашем канале скажу свое не заангажированное субъективное мнение что ЖК Парктаун в моем понимании абсолютно заслуживает звание комфорт класса поскольку и снаружи и внутри в нем все сделано довольно таки хорошо по-человечески и видно что застройщик трудился для того чтобы сделать все это для людей а не просто срубить бабла к этому можно отнести и вот эту территорию о которой я вам говорил территорию с большим количеством деревьев все эти тропинки все эти тротуары всю эту архитектуру все внутреннее наполнение даже несмотря на некое несоответствие регламентированным нормам но все это мелочи и для меня данный комплекс абсолютно оправдывает звание комфорт с вами как всегда Кевшин Александр вы находитесь на канале Good Idea ставьте большой пальчик вверх если вам понравился данный обзор обязательно подпишитесь если еще не сделали этого ставьте на колокольчик чтобы не пропустить ни одного интересного видео на нашем канале поверьте вот тем людям которые уже подписаны на наш канал до скорых встреч до новых обзоров до новых встреч